Яхта 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 Но если покупатель не частное лицо, а фирма, пусть даже принадлежащая иностранцу, никаких согласований не нужно. Вот от санкции прячутся, приобретая компанию-пустышку. Или просят подставное лицо купить дом или апартаменты на свое имя. В мэрии тонкостей таких покупок то ли не знают, то ли не хотят знать. Сделки совершают фирмы, и непонятно, кто владельцы этих фирм. Или, допустим, у нескольких компаний один владелец. Но как это проверить? Офис мэра не владеет такой информацией, а значит, мы можем только гадать. Впрочем, подставных лиц используют далеко не только для покупки недвижимости. Не так давно, благодаря одному такому персонажу, вывели из-под санкций имущество попавших под ограничения российских банкиров на сотни миллионов долларов. Почти половина всех овощей и фруктов таких, как на этом Загребском рынке. А еще мясо, молока, сыров и яиц на прилавках супермаркетов принадлежит одной компании – Фортынова Групп. Несколько лет назад там появились новые акционеры из Москвы. Вот это их огромный офис в Фортынова, где почти половина принадлежала русским, а именно Сбербанку. Помочь вывести хорватский бизнес Сбера из-под возможного ареста взялся шейх. Вот только местный журналист Хасан Диаб, который проводил свое расследование, выяснил – формальный покупатель – самозванец. Друг стал моим источником. Он близок к правительству Арабских Эмиратов. Я позвонил ему, назвал имя покупателя и услышал – беги от него, это вор и преступник, он связан с криминалом. На него подали в суд за отмывание денег и коррупцию. Его счета арестованы. Журналист стал проверять источники финансирования сделки. И пришел к выводу, что вся операция, скорее всего, фиктивная, призвана просто вывести российские акции из-под удара. И журналисты-расследователи уверены – в Загребе просто побоялись ссориться с Кремлем. И говорят, средства, которые по всей Европе щедро вкладывают россияне, или скупая недвижимость, или инвестируя в бизнес – это не столько возможность заработать деньги, сколько способ скрытого влияния. Ведь кто потом решится усиливать санкции или выступать против Москвы, когда везде русские деньги? Второй способ влияния – через СМИ и соцсети. Вбросы и распространение историй, которые очень похожи на правду, но на самом деле не имеют ничего общего с действительностью. Это очень долгий бой, и противник пользуется большими ресурсами, как человеческими, так и финансовыми, нарушая множество правил. Это как в ситуации, когда силовики борются с преступностью. Злодеи всегда на шаг впереди, потому что правоохранительные органы должны уважать закон и правила, даже если преступник их нарушает. В Европе создано несколько центров по борьбе с дезинформацией. Это главный – в Брюсселе. Его работа не публично и скрыта от посторонних глаз. Ведь здесь, что называется, 24 на 7 мониторят публикации в СМИ и социальные сети. Задача – выявить аккаунты, созданные российской фабрикой троллей, и веб-сайты, контролируемые российскими спецслужбами. Через них и распространяются фейки. Когда вы читаете ленту новостей, вряд ли обращаете на это внимание. Но анализ огромных массивов информации четко показывает, как одни и те же месседжи по команде скоординированно вбрасываются через разные источники. В Брюсселе эти волны четко зафиксировали перед началом войны. Сначала это были темы, связанные с подготовкой к вторжению, резкий рост дезинформации, например, о неонацизме или якобы геноциде русскоязычного населения. Затем мы увидели рост сообщений о секретных биолабораториях, а потом последовал спад. И вдруг заговорили о грязной ядерной бомбе, которую якобы делают украинцы. Но вскоре и этот нарратив отступил, то есть фейки приходят волнами. Как это происходит на практике, нам рассказала Лиз Уолл. Американская журналистка. Она работала на спонсируемом Кремлем телеканале Russia Today и уволилась, когда Россия аннексировала Крым. О невозможности работать на RT Лиз заявила тогда в прямом эфире. Лично я не могу быть частью телеканала, который спонсируется русским правительством и пытается обелить действия Путина. Я горжусь, что я американка, я верю в необходимость говорить правду, и поэтому после эфира я увольняюсь. Лиз не скрывает, как изнутри устроена машина пропаганды. Репортеры и продюсеры, которые стремились к объективности, ходили как по минному полю. Люди боялись сказать что-то, что расстроило бы руководство. Сплошная неуверенность, все в напряжении. У нас не было каких-то прямых указаний, мол, с этого момента вот эта информация цензурируется. Но директор встречался с корреспондентом и говорил, Вот вопросы, которые вам нужно задать. Если вы во время интервью задаете неуместные вопросы, их просто вырежут. И это был способ давления, чтобы распространять искаженную информацию, например, об Украине. Лиз объясняет нам, почему RT, вопреки всем попыткам противодействия, по-прежнему сохраняет зрителей. Там делают вид, что просто дают аудитории альтернативную точку зрения. Пропаганда не в лоб, а тщательно замаскирована. К примеру, в эфире нельзя использовать определенные слова и термины. Язык очень важен, слова и термины, которые используются. Я не могла сказать «оккупанты», не могла назвать Москву агрессором. Россию нужно было преподносить только в положительном свете. Даже если то, что они делали, не было положительным ни с какой точки зрения. Украинцы, мол, все неонацисты. И когда плетется это исполненное лжеповествование, то и придумываются постоянные теории заговора, все эти полусырые заявления. И сейчас российская дезинформация просто засыпает мусором медиаэкосистему. Дискредитирует как украинцев, так и любых людей, которые борются за сохранение демократии. Лиз и самой досталась за то, что не смолчала, не ушла тихо, по-английски, что не взяла отступные, а объявила о несогласии в эфире. Журналистка теперь занялась изучением дезинформации, способов противодействия ей. И говорит, за годы, прошедшие с момента ее громкого увольнения, «Раша Тудей» заматерела и окрепла. Чем больше я исследую это, тем больше убеждаюсь, это полная подделка. Канал забит пропагандой. И это притворство «Раша Тудей», мол, у них просто альтернативная точка зрения. Они вышли за рамки профессии, превратившись в средство пропаганды, которое в красивой упаковке продает войну, которую Россия ведет в Украине. Демонизировать украинцев, представлять их агрессорами, нацистами – это просто смешно. Но стоило запретить вещание арти в Европе, как они активизировались в соцсетях, где контроля куда меньше. И есть страны, где это скрытое информационное влияние огромно. Один из таких примеров – Венгрия. Политологу из Будапешта Петеру Крико работать и легко, и не просто одновременно. Легко, потому что его аналитический центр изучает методы манипуляции общественным мнением. А такие примеры сейчас на каждом шагу. Ну, а не просто, потому что все это происходит с его страной. Не только с его соотечественниками, но и с коллегами, друзьями. Люди искренне верят во всякие небылицы, что Брюссель виноват в том, что в стране подорожали продукты и цены на энергоносители. А ведь все это произошло еще до войны и до введения европейских санкций. Люди убеждены, если бы не Орбан, Венгрия уже бы вступила в войну на стороне Украины. Мужчин мобилизировали. И это при том, что у нас есть профессиональная армия, что мы в НАТО, что такого вообще никто не заявлял. И все эти комментаторы и фейковые лидеры общественного мнения уже даже не из России. Петер выяснил, что в Венгрии появилась своя фабрика троллей. Создана она, по примеру, московской. Вот только продвигает месседжи о том, какая замечательная в стране власть, как хорошо дружить с Россией и не стоит портить с ней отношения. И месседж, мол, не злите Москву, засел в головах. Один из самых показательных примеров мы нашли в Хорватию. У этого причала в Адриатическом море несколько месяцев стояла под арестом роскошная яхта «Ирина» стоимостью в 5 миллионов евро. Принадвежит она семье близкого к Кремлю российского олигарха Алишера Усманова. Против него и США, и Европа тоже ввели санкции. Судну тут же запретили покидать порт. А потом произошла просто детективная история. Загребскому журналисту Юраю Филипповичу по секрету рассказали, что яхта в порту Бертина уже не та. Мы поехали на место, чтобы проверить, пришвартована ли Ирина. Смотрим, а вместо нее стоит такая же яхта, такой же модели, похожая на Ирину, но на самом деле не она. Афера удалась. Судно, находящееся под санкциями, под покровом ночи снялось с якоря, вышло из порта, затем прошло пограничный контроль и покинуло воды Хорватии. И ни у кого не возникло ни единого вопроса. Ирина появилась в Греции, в милях 70 от границы с Турцией. В последний раз ее видели именно там. А затем судно спокойно перешло в турецкий порт Дидим. Поразительно, никто якобы и не заметил, что арестованная яхта пропала три месяца назад. И ведь все знали про санкции, но в Турции они не действуют. Именно поэтому судно теперь там находится. Виновными теперь выставили экипаж. Моряки под арестом. Хотя понятно, что без негласной команды сверху и Загреба ничего бы не произошло. Но следов коррупции в действиях чиновников не нашли. До сегодняшнего дня мы знаем ответы. Министр транспорта назвал некоторых людей из своего офиса. Мол, они совершили ошибку. Но за такое ЧП это слишком легкое наказание. В итоге санкции как бы есть, но контроля за ними не существует. Была ли это случайность? Вряд ли. Если учесть, какие заявления звучат на самом высоком уровне. Вашингтон и НАТО ведут опосредованную войну через Украину против России. Что не ясно. Кто этого не понимает? Россия напала на Украину, но НАТО решило отреагировать таким вот образом. План урегулирования не должен быть связан с санкциями. Ограничения абсурдные. С их помощью мы ничего не добьемся. Мирела Холли работала в команде Милановича. Была министром. Но покинула пост из-за несогласия с такой политикой. Сейчас преподает. НАТО и Россия, а также влияние на хорватскую политику. Она отстаивает права женщин и представителей ЛГБТ. И по-прежнему считается одними из самых узнаваемых в стране политиков. Такая риторика президента приносит большой вред Хорватии. Потому что идет вразрез с европейской, да и мировой политикой. А причина в том, что у него есть некие друзья, связанные с нефтебизнесом. И изменение тона его заявлений, возможно, это именно их влияние. Тех, у кого хорошие отношения с российским бизнесом и российскими политиками. Глава государства проигнорировал даже проходивший в столице его страны парламентский саммит Крымской платформы. На который даже Нэнси Пелоси, тогдашняя спикер Палаты представителей США, приехала. По словам Миреллы Холли, это все свидетельство того, как Москва играет на слабостях политиков. Их амбициях, страхах, сомнениях, а зачастую и личных финансовых интересах. Ведь в Евросоюзе для любых решений нужно полное единство всех входящих в него стран. Вот в Москве каждый раз и ищут слабое звено. И оно, увы, находится. Где-то не хотят отказываться от русских денег и поэтому закрывают глаза на то, кто новые соседи или кто прячется за офшорами, скупающими бизнес. Где-то идут на компромиссы, лишь бы отношения не испортить. Деньги, пропаганда и большая политика используются в одной обойме. А главное оружие против них – правда. О том, какой может быть цена всех этих компромиссов.